всем привет сегодня будет закадровая озвучка хожу по магазину поли это наш небольшой магазинчик находится он в районе с ординаль народу нет и я решил воспользоваться моментом и снять в общем цены подорожали конечно как вы знаете во всем мире на все но у нас все равно остаются неплохие цены хотя многие продукты стали конечно дороже чем были раньше подорожал абсолютно все норов подорожала что-то немножко что-то чуть побольше вот хочу вам показать вот людям живущим в российской федерации наверно особо интересно сколько стоит продукта за границей вот смотрите вот йогурт и вот такие маленькие стоят от 500 колонн вот йогурт с клубникой стоит 500 колонн кстати надо будет сейчас купить его от сметана полкило стоит она называется белый йогурт но на самом деле это сметана стоит она вот как бы на русские деньги примерно 150 рублей в общем смотрите значит 1000 колонн это примерно 90 рублей вот сами считаете то есть вот этот йогурт за полку полкило сметаны стоит 150 рублей небольшой йогурт стоит там 45 рублей двухлитровый большой йогурт стоит 270 рублей в общем вот такой вот порядок цен вот вот тоже сметана сметаны разные куча вот наверху сметана внизу сметана то есть вот наверху на про 650 грамм стоит порядка 180 рублей молоко самое дешевое 670 миллилитров стоит 35 рублей вот такой большой галлон стоит 230 рублей за почти 4 литра это галлон сок а затем натуральный выжатый апельсиновый сок стоит примерно 320 рублей за два литра а за 08 это полгаллона 18 то есть извиняюсь полгаллона это над настоящий стопроцентный сок дело в том что здесь в америке если пишет 100 процентов натурально это значит 100 процентов натурально вот рядом стоит галлон который стоит в два раза больше стоит почти два раза дешевле в общем энергетические напитки вот такие есть вот пауэррайт вот такой вот за две бутылки примерно это кстати компания кок-кок делает каждая бутылка по 0,6 где-то 140 рублей сейчас покажу какой сок я буду покупать вот такие вот цены все вкусно все под рада покупать не могу пивка надо взять кстати очень вкусное пиво здесь продается цеско называется что тут баночках нет поштучно придется брать большую упаковку что ли тоже подорожала блин была недавно 2 мили 100 уже 2 мили 740 ой зато это пиво подешевела получается три большие банки по 710 за где-то 215 рублей нормальная цена пиво разберусь я тут тоже но я покажу что я купил по итогу в общем что тут из интересного продается лед в холодильниках всякая рыба всякие он типа котлет найдется в там мороженое 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 кстати цены на мороженое он полгаллона за 400 может быть 30 рублей вроде недорого и вот он галлон мороженого продается примерно 1000 рублей стоит даже меньше есть вообще за 850 я вот такой вот сок возьму фугу доноранха это не стопроцентный суд но он все равно близок стопроцентному соку почему такая бутылка 2 и 2 литра не знаю сколько она стоит может быть 1600 примерно 150 рублей кока-кола как обычно дешевле чем все остальное такая бутылочка стоит 930 колонн прям 90 рублей я не знаю даже сколько стоят продукты в россии я уже там давно не живу а кстати вот мое любимое пиво маленьких баночках возьму все две штучки богемия поштучно стоит 990 будвайзер тоже хорошее пиво вкусно 2 нишка тут продается так есть алкоголь ну алкоголь вы знаете здесь не так много употребляют как в россии все-таки здесь люди думают головой здесь здесь практически никто не курит сигареты практически не бывает пьяных людей нету пивнушек нету капельниц нету там каких-то запрещенных веществ которые пишут трафаретами там на столбах и что-то там прячут во всякие места такая абсолютно чистая свободная страна тут вот товары для детей продаются вот кстати давайте посмотрим сколько стоит банка это как бы образцы да то есть но 400 грамм то есть это ну банку выдадут на кассе это просто образец кому надо вот берет такую штучку на кассе ему воду тут настоящую то есть вот такие вот смеси с клубникой с ванилью есть мысли то есть вот такие цены то есть 400 грамм можно купить за 650 рублей я не знаю сколько стоит в россии вы мне пожалуйста в комментариях напишите сколько стоит продукта у вас софите вот такую штучку взять она очень любит Heinz от 6 месяцев скоро кстати мне гораздо больше придется покупать он памперсы про памперсы я уже вам показывал что вот компания хаггис 66 памперсов стоит у прор 600 рублей а вот еще дешевле тут 52 это другой размер ну по мне вроде нормальный адекватные цены а вообще дешевый есть кодицы меньше пачка 28 штук ну примерно 300 рублей а он еще дешевле короче вообще там 200 с чем-то рублей это чё за марка бобито бобито это какая-то мексиканская наверно марка мексика не так далеко здесь находится в общем товары для детишек туалетная бумага куда без нее сейчас покажу какую покупаю я вот она уже столько набрала просто не донесу ладно ладно куплю не знаю как донесу сумку придется покупать дело в том что я на электробайке приехал в магазин как бы в него много понятное дело не загрузишь вот товара для для домашних животных короче килограмм от 70 рублей стоит сухарей для домашних животных моющие средства моющие средства здесь статьи а вот тоже есть дешевые смотрите килограмм стоит но 60 рублей это такой крем которым моют посуду здесь он более популярен чем гель на гель тоже есть вот пожалуйста продается примерно 110 рублей за 750 миллилитров это фирма great wall это этот короче как волмарте очень популярная марка волмарте волмарте продается кто знает что такое волмар тоже пишите в комментариях стиральные порошки и он 5 килограмм 500 рублей примерно 100 рублей килограмм не знаю что еще интересно вам показать у меня напишите кому что интересно посмотреть увидеть вы давайте покажу сколько стоит ром вот пожалуйста ром санторину сантарио я не особо не пью ром но я знаю что здесь все настоящее у нас нас коста-рике вообще на этом континенте очень редко встретишь какие-то подделки в этом плане просто нету смысла людям их подделывать поэтому все настоящее вот такая вот бутылочка значит объемом 350 миллилитров стоит примерно 300 с чем-то рублей это пятилетний ром а это это вообще виски это вискарик пошел я на кассу уже тут тут народ пришел чтобы не смотреть что я купил я купил килограмм муки он стоит 850 колонн цены вы сами считаете два у таких повидло из гуаяба они стоят по 400 вот такие консервы они примерно 2 милли 100 значит такая штучка для детей 300 почти от 710 литровые персики маринованные ну не чуть поменьше 820 крыши 900 колонн два пивка по 440 фуровида дальше я купил тут сок 2 кусок стоит примерно миль 600 дыня дыня стоит 600 килограмм тут полтора вот этот вот гуаяба на это варить компот это стоит примерно 550 две клубники по милю каждая туалетная бумага 660 колбаса или 600 и салфетки по 290 в общем на 17 с чем-то миль ушла покупочка все кому понравилось ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал рекомендуйте своим друзьям я знаете я ничего не имею с того что я выкладываю видео делаю это чисто для вас от души конечно хотелось бы развиваться всем пока